Всем здарова! В этом видеоролике я вам расскажу, как сделать вот такие превью в стиле популярных Майнкрафт-ютуберов. Перед началом видео, как всегда, не забудьте спуститься вниз, подписаться на этот канал, поставить лайк, а также подписывайтесь на мой телеграм-канал по ссылке в описании. Именно туда я загружу PSD этой превью, которую я сегодня буду делать. Но мы не будем медлить и начинаем наш видеоролик. Итак, первым делом нам понадобится программа Cinema 4D. Ее вы скачать можете в интернете, я об этом уже рассказывать не буду. Это можно сделать просто написав в ютубе, как скачать Cinema 4D. В общем, нам нужна эта программа и нужно найти какой-нибудь 2D-рик для скина нашего, чтобы импортировать скин. И нужно, собственно, сам скин. Ничего сложного, это все находится в интернете, вы можете найти кучу туториалов, поэтому я уже это разжевывать, думаю, не буду. Все, что нам нужно, это импортировать специальный рик, я его уже настроил немного под себя. Итак, все, что нам нужно, это расставить нашему персонажу какую-то позу. Я придумал такое превью, выживание первый день и на сотый день. Ну, короче, что-то такое будет. Давайте сейчас сделаем позу нашему персонажу. Вот такая поза у нас получилась, и теперь нам нужно выставить настройки для рендеринга. Нажимаем вот сюда, и тут мы выставляем наши настройки. Ставим обязательно сглаживание. Я уже, если честно, этой прогой не пользовался кучу лет, поэтому я не помню, что тут и как делается. Вот, далее разрешение ставим какое вам угодно, но я советую ставить 1920 на 1080. И, в принципе, все. В принципе, все. Нажимаем канал альфа, чтобы у нас был прозрачный фон. И выбираем, куда нам зарендерить это изображение. И выбираем формат PNG, это обязательно. И, в принципе, когда мы настроили рендеринг, мы нажимаем вот сюда. И у нас потихоньку начинает рендериться наше изображение. И все, что нам нужно, это просто нажать сохранить как и выбрать, куда нам это все сохранить. И в итоге вот такое изображение мы с вами зарендерили. Как вы видите, оно PNG, то есть тут нет фона, и мы спокойно можем его импортировать. Ну, а нам нужно еще одну позу создать для второй части превью. Погнали. Делаем абсолютно то же самое, только как-нибудь посадим нашего персонажа. Вот у нас рендерится наш персонаж. И все, теперь нажимаем просто сохранить и сохраняем его в PNG формате. И не забываем про канал альфа. Вот такие исходники я сделал, да, фоны я заскринил просто в Майнкрафте. Это вы можете сделать все сами, не нужно ничего рендерить. Ну, по крайней мере, можно, но мне было честно лень, поэтому я просто сделал скрины в Майнкрафте. Итак, далее нам нужно поделить с вами превью на две части. Это мы сделаем прямо сейчас. И по итогу вот так у нас с вами все получается. Я нашел вот такой исходник неба из Майнкрафта и вот такой исходник ночного неба. Я хочу сделать вот тут ночное небо, а тут дневное, соответственно. Поэтому сейчас мы выделим вот эту часть, так скажем, где есть небо, удалим его и загрузим туда свое. Далее я бы добавил какую-то вот такую штуку, полоску, которая делит наше превью на две части. И вот так у нас получается. Так, далее, что нам нужно сделать, это поместить наше небо на фон. Берем его вот куда-то сюда. И с ночным небом делаем то же самое. Ставим его куда-то вот сюда, я думаю. Так, далее нам нужно, наверное, как-то совместить эти фотографии, да, чтобы вот тут, ну, как бы не было слишком светло, а тут не было слишком темно. Но все-таки день. Поэтому это позже мы все обработаем, а сейчас давайте закинем наших персонажей. Первый персонаж будет у нас находиться, собственно, вот тут. И второго персонажа мы с вами закинем вот куда-то сюда. То есть он уже такой уставший, сидит на сотый день выживания. Предлагаю за нашего персонажа добавить вот такую ачивку с достижением, что он прожил 100 дней в мире Майнкрафта. Берем вот такой исходник часов и ставим его куда-то вот сюда. Далее пишем текст 100 дней. Для этого я использую Майнкрафт Рус, шрифт. И берем какой-нибудь зеленый, я думаю, цвет такой ядерный прям. И пишем 100 дней. И вот такая композиция более-менее у нас получается. Теперь нам нужно добавить тени под наших персонажей. Это сделать довольно просто. Создаем вот тут слой. Выбираем черный цвет. Берем вот такую овальную область и выделяем вот такой кружок. Далее просто заливаем черным цветом. Уменьшаем непрозрачность где-то на 40-50. Добавляем фильтр, оформление и делаем вот такую небольшую мозаику. И в принципе все. И предлагаю сейчас добавить никнейм нашему персонажу. Создаем слой. И вот такую делаем подложку нашему никнейму. Заливаем черным цветом. Убираем непрозрачность. И тем же самым шрифтом белого цвета. Это скин Тайлера Дёрдена. Поэтому напишем просто Тайлер. Далее что нам нужно это наверное как-то изобразить, что действительно он провел 100 дней. Для этого я предлагаю вот тут где-то снизу изобразить типа день 1 и тут день 100. И вот как-то так у нас будет обозначено, что персонаж действительно провел 100 дней в Майнкрафте. Второму персонажу я решил на фон добавить какой-то паутины, чтобы ну как-то было разнообразие какое-то. Под эту паутину можно накинуть небольшой тени и просто ее чуть-чуть так скажем убавить непрозрачность. Теперь нам нужно, я думаю, обработать все наши исходники. Композиция у нас вполне готова. И давайте приступать к нашей обработке всех исходников. И собственно вот так я обработал наши с вами исходники. Да, тут все довольно таки простенько, но в принципе тут особо и запариваться не нужно, я считаю. Теперь самое интересное, нам нужно сделать контурное свечение на наших персонажах. Как вы видите на экране на превью у популярных ютуберов, есть такой контур белый, да, который очень прикольно кстати выглядит. Поэтому сейчас мы его попробуем сделать. Просто берем, копируем нашего персонажа, сзади растрируем объект, делаем его просто тупо белым. Прицепляем нашего верхнего персонажа к белому слою, нажимаем Ctrl-T и пару раз вот так стрелочкой отводим, чтобы у нас получилась вот такая вот белая обводка. И теперь то же самое мы проделываем с нашим вторым персонажем. Делаем и у нас получается вот такая прикольная белая обводка, как на превью у популярных Майнкрафт ютуберов. Создаем над нашим персонажем слой, прицепляем его к персонажу, берем кисть, простую обычную с нулевой жесткостью, делаем чуть побольше размер и вот так на персонажа по чуть-чуть мы кликаем. И на втором персонаже мы делаем то же самое. И вот где у нас нет света, мы просто делаем такую небольшую тень и уменьшаем непрозрачность. И вот такая превью у нас получается. Единственное, что я бы добавил, это какую-то небольшую дымку. Берем кисть дыма и вот так делаем такой небольшой дым. И на этом все, вот такое превью получилось, ничего сложного, я ее сделал за несколько минут. Копируем это, все объединяем и сейчас будем делать очень быструю цветокоррекцию. Крутим ползунки примерно на глаз, заходим в ник коллекшн и делаем финальную цветокоррекцию для нашей превью. И по итогу вот такая прикольная превью у нас получается. Я ее сделал буквально за несколько минут и это очень-очень просто делается и выглядит достаточно круто. Ну а на этом все, PSD и это превью вы найдете у меня в телеграм-канале, подписывайтесь туда обязательно. Также я туда параллельно буду выкладывать всякие PSD-шки, то есть вне видео. Это тоже довольно-таки приятный бонус для вас будет, поэтому переходи по ссылке в описании и обязательно подписывайся. Спасибо за просмотр, пишите, чьи превью еще можно повторить. Ну а на этом все, всем удачи и до скорых встреч!